Приветствую всех вас, дорогие мои друзья, любимые подписчики, а также неравнодушные гости, зрители и слушатели моего канала. С вами я, Принц Сурель, и приветствую всех, кто следит за судьбой дел Влада Бахова. Я бы хотел прокомментировать один очень важный факт, который я сейчас обнаружил. Думаю, все мы знаем Василия Скрипника, добровольца, который первый откликнулся на поиски Влада Бахова. Рискуя своей жизнью, жертвуя своей семьей, своим здоровьем, в общем, всеми теми, чем дорожит человек. Он пошел спасать, ну, по возможности, конечно, и искать Влада Бахова, нашего замечательного парнишку, который был убит почти что два с половиной года назад. Мы знаем, что Владик пропал в радиусе 100 метров, где располагается тот самый шалаш, где происходило издевательство и избиение Влада. Мы знаем, что была вторая поляна, на которой также издевались над Владом, и аудиозапись, которую я недавно получил от одного блогера, который, наверное, кто-то знает, это Александр, ну, подписан как дядя Саша. И аудиозапись была найдена сотрудниками полиции, проводившими доследственную проверку в группе Поляна, которая, в свою очередь, пропагандирует насилие и жестокость. Ну, ладно, об этом немножко в другой раз, и я думаю, мы все уже об этом знаем. А теперь я бы хотел прочитать комментарий моей подписчицы, которая написала мне еще, как я выяснил, полгода назад. Но этот комментарий, вы знаете, просто необходимо озвучить, поскольку он открывает свет на то, что сделал Дербанов, этот сволочь, это просто воплощение зла. Ну и, конечно же, то, что произошло с Василием Скрипником, потому что многие были уверены в том, что он погиб насильственной смертью, в том, что его убили. И, действительно, дорогие друзья, это случилось так. Сейчас я вам зачитаю. Так, Юра, ты прав. Ну, это комментарий, который она мне написала под одним из видеороликов. Юра, ты прав. Тогда, когда Василий Скрипник пришел на поляну, он случайно увидел Дербанова, как тот торопливо пакует мешки в машину с подозрительными фрагментами. Заметал следы, избавлялся от тела Влада. И увозят в неизвестном направлении этот, ну, этот автомобиль или грузовик. Там такой, знаете, как фургон был. И тут же Василий Скрипник звонит своим знакомым МВД. То есть, Василий Скрипник действительно имел некоторых знакомых в полиции, поскольку он сотрудничал с ними. Он сообщал о всех вот этих важных находках, фактах, поскольку, ну, он законопослушный гражданин был и всегда действовал правильно и по-доброму, по-честному. Тут же Василий звонит знаком в МВД, так как он сам работал в этой области и докладывал об этой ситуации. В тот же день, 7 апреля, Василий Скрипник был найден мертвым в канале. Избавились. Ну, дальше, к сожалению, тут вот я не вижу комментарий. Наверное, он уже полностью я прочитал. Вы понимаете, в чем дело. Я когда-то, год назад, снимал видеоролик о том, что Василия Скрипника убили неугодные. То есть, это было мое предположение, дорогие друзья. То, что его, скорее всего, убрали, как неугодного, так сказать, свидетеля, который видел, как Дербанов упаковывает части тела, по всей видимости, Влада Бахова, и, ну, как бы, и увозит в неизвестном направлении. То есть, пытается избавиться от этих улик, то есть, от останков, дорогие друзья. И Василий Скрипник решил сообщить об этом в органы, как бы, ну, про Дербанова, то, что он сделал такие вещи. И тут же приехали, скорее всего, кто-то, может быть, высокопоставленный, и устранили Василия Скрипника, сделали так, что он как будто бы сам утопился, что он как будто бы сам споткнулся в эту канаву, утонул, или, может быть, совершил акт суицида. И, ну, понимаете, да, то есть, таким образом с ним то же самое случилось, что и с Владом Баховым. Кто-то меня спросит, почему же так произошло, как же так, если Дербанов, он же не, ну, не важная шишка, он же не какой-то там зам, ну, начальник МВД всего, Демидова. А я скажу вам, потому что он поддерживал связи с Яскиным, который был глава сельсовета, а Яскин, в свою очередь, имеет связи с губернатором Смоленской области, то есть, вот этим Островским. А Островский, в свою очередь, он член партии ЛДПР, то есть, Жириновский. А ЛДПР славится тем, что прикрывает криминальный бизнес, прикрывает вот этот бизнес на костях, то есть, продает органы на черный рынок. Дорогие друзья, что мы имеем дело? Вот эта цепочка коррумпированная, преступная, вот она вся. И Василий Скрипник действительно пострадал от рук вот этих вот садистов. Он был заказан. Неужели вот сотрудники Следственного комитета не хотят это принимать в расчет? Ну, Бастрыкин же, я надеюсь, не связан с этими криминальными структурами. Почему он не может или не хочет, в скобках, расследовать это дело? Почему он не хочет взять вот этого Островского за заднее место и не арестовать его, если тот действительно замешан в таких вот махинациях, в таких вот ужасных преступлениях, за которые нужно давать смертную казнь, неужели Бастрыкин этого не видит? Да все он прекрасно видит. Я думаю, что он не хочет тоже потерять свою кормушку. Я надеюсь, что, конечно, Бастрыкин не связан с этими криминальными группами, структурами, но все же, если он допускает, что такой творится беспредел, почему же он не может этому противостоять? Значит, он в доле с этим Островским, с этим Яскиным, с этим Дербановым, значит, он контролирует сам этот процесс, этот криминальный, ужасный процесс, где жертвами становятся вот такие молодые ребята, которые погибают просто так, невинные люди, и тела которых продаются на органы, а останки сжигаются, что и произошло с Владом, что и пытались, конечно, сделать, но, может быть, не успели, Василий Скрипник, он... Да, в принципе, они не собирались избавляться от улик, потому что они понимали, что Василий Скрипник, он, ну, как бы, там могли создать алиби, там могли замыть следы, и могли подкупить эксперта, который указал, что Василий Скрипник действительно как бы сам погиб, сам захлебнулся, а на самом деле он был задушен, дорогие друзья. Вот вам, пожалуйста, вот лицо нашей страны, власть, которая зачиняет этот беспредел, который не борется с преступниками, который как раз СКР, оно призвано служить народу, а оно служит кому? Мамоне. Служит только своим браткам, вот этим преступникам. Я надеюсь, что народ проснется и когда-нибудь избавится от этой нечисти, которая сидит, заседает. Ну, будем ждать, конечно, дальнейших следственных действий со стороны полиции, следственного комитета в отношении данной аудиозаписи, которая была ранее обнаружена. По нашим обращениям, дорогие друзья, была, ну, потому что если бы мы не написали обращение, конечно, никто бы ничего не стал делать, дорогие друзья. И только благодаря нам, благодаря народу, благодаря русскому, сочувствующему народу, мы смогли как-то добиться вот этой цепочки, чтобы вот эта аудиозапись была найдена. То, что проведено было расследование, честное и справедливое. Вот. Ну, будем ждать дальнейших следственных действий. Но если Бастрыкер будет замалчивать, будет опять как-то юлить, ну, что мне остается думать? А мне остается думать в том, что он является частью этой криминальной системы. Дорогие друзья, пишите свое мнение на этот счет. Что вы об этом думаете? Увидимся в следующем видеоролике. До скорой встречи. Поддержите меня, пожалуйста. Мне сейчас плоховато. Потому что я не могу смотреть на этот ужас. Мне вот просто сердце болит. И страшно жить. Страшно за наше будущее, за нашу реальность. И как же все-таки грустно, что Советский Союз распался. Где была все-таки такая прекрасная атмосфера, где ценились дружеские отношения, любовь. И не было такого ужаса, как сейчас. Всем до встречи. Всем удачи и до скорого, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok